Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тили. 63-й псалом. Ну, тоже небольшая специализация, если можно так сказать, из этого псалма. Многие толкования сводятся здесь к успеху в бизнесе. Если говорить одним словом, для чего псалом 63-й читаю? Для успеха в бизнесе. Когда у тебя есть какие-то сложности или, наоборот, ты хочешь закрепиться в бизнесе, читают его обязательно. Вообще, написано в древних книгах, что рекомендуется читать, чтобы сопутствовала удача во всех делах. Есть еще некоторые толкования. Говорится, что этот псалом хорош, когда пребывают в смятении, не знают, какое правильное решение принять, как действует. Тогда читают это в 63-й псалом. Что еще? Для деления, когда разделяют прибыль в бизнесе, перед тем, как ее делят, чтобы не обидеться самому и не обидеть партнеров, тоже читаются именно в 63-й псалом. А вообще, в этом псалме царь Давид говорит о том, что вся цель жизни заключается в том, чтобы использовать величайшее благо, которое есть у человека, разумную речь на прославление Творца. Говори о Боге, что ты говоришь там о каких-то соседях или о чем-то. Вот это и есть. Если ты так не делаешь, жизнь лишается смысла, написанного в медседат Давид. Ну вот, пожалуй, все в этом коротком, но емком псалме. Прохав и ацлаха.